В Большом зале городской администрации депутатский корпус. Мэр города Александр Балдакин подводит итоги ключевых вопросов развития областной столицы. Начал с мечты, чтобы молодежь оставалась в родном городе, строила карьеру и не чувствовала нужды в семейной жизни. Приоритет работы выстроен на социальную политику. В Ульяновске действует программа «Забота». Это комплексные меры поддержки от предоставления земельного участка на строительство дома до бесплатного питания в школах. На проект выделено больше пяти сотен миллионов рублей. Предоставляется ежемесячная денежная выплата на ежедневное горячее разовое питание в школе. Также 18 тысяч школьников обеспечиваются бесплатным горячим питанием в общеобразовательных организациях. Вперед в эти оздоровительные компании дети обеспечиваются бесплатными путевками в дневные оздоровительные лагеря. В текущем году бесплатными путевками могут получить порядка 900 детей из многодетных семей. Минувший год был объявлен годом педагога и наставника. Отдельный блок Александр Балдакин уделил успехам в сфере образования. Удалось завершить строительство сразу двух детских садов на улицах Шигаева и Отрадная. Запущен капитальный ремонт лицея номер 40 и кадетской школы номер 7. Подрядчик планирует завершить работы до начала учебного года. Фронт задач масштабный – от замены кровли до оснащения классов современной техникой. Сейчас на самом деле ремонт вступил в самую активную свою фазу. Ведутся работы практически по всем направлениям. Это и фасад. Тот, который благодаря главе города все-таки мы поменяли проектное решение. Стал у нас из металлокассет вентилируемый. Благодаря опять инициативе родителей. Это и отделочные штукатурные работы. Благоустройством заняты и в микрорайоне Нижняя терраса. Изменения в лучшую сторону здесь ждали долгие годы. Инфраструктура значительно уступала той, что строилась на центральных улицах города. От активистов Тоса Володарец поступила инициатива облагородить территорию. Буквально в этом месяце закончилось карточное покрытие, асфальтовое покрытие по центральным улицам микрорайона. Сейчас приступают к ремонту пешеходного перехода на Димитровградском шоссе. В прошлом году Димитровградское шоссе от моста до Майской горы было полностью отремонтировано. Ахиллесовый пятой городминистрации остается дорожное хозяйство. В прошлом году основной блок жалоб от ульяновцев касался работы общественного транспорта и состояния дорог. Сейчас стоит задача увеличить число госперевозчиков. Это, по словам мэра, должно исключить срывы графика. Сам подвижной состав обновляют по федеральной программе. В 2023 году на баланс поступило 50 автобусов СИМАЗ. Безусловно, огромное количество проблем есть в городе. Базово огромное количество обращений есть по транспорту. Нужно работать над комплексной безопасностью, в том числе по учреждению социальной сферы. Были замечания по зимней уборке. На решение проблем ЖКХ, ремонта дорог, благоустройства и охраны окружающей среды в этом году выделено 9 миллиардов рублей.